Сакир нас довез на небольшой рыбный рынок. Ласка, братьев, так и называется, Бразе Маркет. Маленькие приветки. Хорошие, да? Или нам больше надо? А тут посмотрю, тут рыбка, акунечки. Лещ. Это акунки такие, да? Похожи на лещей наших. Тут еще маленькие. Тоже маленькие креветки во льду, это хорошо. Тут ведро, лопата. Калмары. А вот он, смотри, больших грузит, но ты больших не рекомендуешь, они всякую гадость, да, собираешь? Большие хуже, они меньше пропитываются. Когда их варишь, да? Ух ты, какая рыба нормальная. Большая. А тут сундук, наверное, у нас драгоценный. Сахаровище. Тунец? Это тунец, да. Это тунец, Юга, да. Тунец, это самый настоящий. Я с таким плавал в разных морях, он такой. Надо? Дорого? Все, да? Покупаем. Вот тут мороженое. Пельмени. Пельмени, креветки, очищенные, кстати. Уже. Ну что, давай берем. Берест, каких считаешь нужным? Винит пронс? Смол. Как много маленьких пронс? 6,80. Сколько? 6,80. 6,80. 1 кило. 6,80. Нормально. Пожалуйста, около 2 кило, либо немного больше. 2,5 кило. Да. Наши креветки собираются к нам в гости на ужин. Пригласили мы их. Вообще, обычно, конечно, креветки лопатами, наверное, накладывают, но из уважения к нам человек это делает прямо руками. Хорошие, да. Христианцы, кстати. А, это христиане, да? Христиане. А, ну вот они и ловят все. Да, да, да. А, вот, Иисус. Здесь есть такая тема, что вместе с христианством индийцы получили конкурентное преимущество – навигацию по звездам. И смогли в любое время суток, то есть ночью, они выплывали далеко в море и ловили большую рыбу. А мусульмане до последнего времени навигации не знали и очень сильно проиграли. А христиане за это время все поняли. И если сейчас присмотреться, по берегу ходить, вот где-то там океан, где-то там, далеко за собачкой, за пальмами, внизу океан. Если походить по берегу, то все деревни рыбацкие на берегу, они христианские. То есть христианство, если кто не понимает, это не только духовность, но еще и большая экономическая выгода. Что на этом плакате написано, не знаю. Наверное, какой-нибудь политик, может быть мэр этого места. О, рыбу привезли, да. Все, хочу выключить камеру. И правильно делаю, что не выключаю. События просто... События развиваются стремительно. Да. Большая рыба. А, ну да, сейчас. Ну сейчас мы, подожди, закончим видеоролик. Большая рыба. Это махи-махи, нет? А, махи-махи, да. Махи-махи та самая, которую мы никак не можем поесть в ресторане. Вот это вкусно. Группер. Тигровый групппер. Тигровый групппер. Вот это тоже он, вот он, пятнистый. Да, и знаменитая махи-махи. Да, да. Которую мы так и не смогли добыть в ресторане, поскольку она быстро очень потребляется в ресторанах. Ну что, заканчивают ролик, да? А вдруг еще что-то произойдет? Мы же не знаем. Вот мы с вами побывали на небольшом рынке. Красивые озера. А что за колючей проволокой, чтобы не лезли туда? Да, чтобы не ехать. Было два земельных участка, разные хозяева. Эти тут вы выбирали гранит, а эти здесь. И чтобы забор не строить. Давай оставим так. А со стороны смотрится как будто прекрасная идейская скала. Да нифига себе такой забор построить. Да очень дорого, между прочим. Да, наверное. Можно, можно. В общем, египетские пирамиды практически. Идешь, идешь через джунгли, натыкаешься на такой вот музей военно-космических войск. Вообще-то я иду просто до пляж через лес, но неизвестной дорогой. Наугад, куда глаза глядят. Вот еще один предпляжный темпл. С культурной композицией справа мы видим с трезубцем ям на швиву. Ну, а здесь, если покопаться, видно и Ганешу, и других индийских почитаемых богов. Храм похож на закрытый. Но мне сюда уже после всех остальных храмов не особо и надо. Мне надо на пляж. Дорога туриста к пляжу, она в какой-то момент такая. Ну, а потом дорога к пляжу меняется. Становится вот уже такой. С птичками. Чего-то говорящими нам на своем непонятном языке. Но дорог к пляжу, конечно, много. Разные они везде. Нельзя выбрать одну дорогу в пляжу. Никогда не пройдешь к пляжу одной и той же дорогой. Говорили мудрецы во времена, когда здесь получал духовное имя Борис Гребельщиков. Вот рыба в ручеке плавает. В океане я видел в маске больших рыб. Это, конечно, поменьше, но ее можно снять. Небольшая пробка из старушек, приехавших на аэрведу. Никак не могу их слов запомнить. Вот это основной контингент этого пляжа. Приезжают в пожилом возрасте лечить целебными трапками свои болезни. Говорят, лечат очень хорошо. Знающие люди говорят, что полезное лечение дает большие преференции пожилому организму. И вот он океан, вот он океан, вот он океан. Мороженое здесь популярное. Это не надо? Нет, спасибо, нам не надо. Нам и так хорошо. Группер. Вот отсюда примерно. Наша Индия на этот раз заканчивается. Все ли мы хлебнули, мы понять не можем. То кажется, что как-то не хватает, не хватает, не хватает. То кажется, что вроде столько всего было, что что жаловаться, все нормально. Поймем, наверное, уже после. Но Индия прекрасная. Разная, вот такая пляжная или где-то внутри, совершенно аутентичная. И самое главное, Индия огромная. Не обязательно сидеть на этом башем. Гоа. Если любишь пляжный отдых, езжай в Калаам. Я думаю, тут можно приусмотреть все то, что люди ищут на Гоа. Аюрвед это, конечно, займись. Поправь здоровье после Гоа. Вот этого. Прискочай его олдмонка и наркотиков. Или поедь куда-нибудь в Варадосе. Познай себя. Почувствуй Индию. Хожу уже пару дней мимо этой женщины и думаю, как же ты несчастная, наверное, офигела, да? Когда сюда попала. На лице у нее прямо все написано, что она тут увидела. Да хорошо тут, не переживай. Ты привыкнешь.